Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выставили один из любимых мною танчиков, а именно ActionX. Машинка очень приятная, очень интересная, возможно не для всех, но я по крайней мере от неё реально кайфую и довольно часто выкатываю. Значит смотрите, что есть по предложению. На продажу выставили сейчас Т95Е2, обзорчик есть у меня на канале и будет обязательно ещё сегодняшний видосик по поводу катки на нём, для того, чтобы показать, что это за машина. Есть ActionX, который вы можете взять за 8000, абсолютно голый, без ничего, просто сам танк и слот в ангаре. И можете взять две этих машины в наборе. В наборе входят исключительно два камуфлежа легендарных, открытое всё оборудование, два слота в ангаре и по X5 15 сертификатов на Action и соответственно на Т95Е2. Я вам скажу откровенно, я приобрёл себе конкретно Т95Е2 и мне машинка как-то не зашла и не понравилась. Поэтому прям рекомендовать брать их в наборе я не имею никакого морального права. Хотя возможно в ваших руках Т95Е2 будет вполне нормальной годной машиной, но к нему вернёмся в другом видео. Сегодня же поговорим с вами о конкретно ActionX и я не буду заценивать машину по техническим характеристикам, просто заеду сейчас в бой, а в конце видео вот здесь будет ссылка наверху на обзор на данную машинку, где как раз и рассказываю про технические характеристики, плюсы и минусы машины и так далее. Многие, очень многие говорят, что ActionX это ведро, потому что им не хватает брони у данного танка. Но, ребят, давайте будем говорить откровенно. ActionX обладает очень хорошей КД. И вот его КД, вот это, оно как раз и является дисбалансом. И для того, чтобы этот дисбаланс немножечко всё-таки убрать, разработчики абсолютно грамотно сделали, что у ActionX чуть-чуть отобрали брони, как для тяжёлого танка на восьмом уровне. Я бы сказал от себя, что ActionX он не играется как тяж, да, вот такой полноценный тяж. Он обладает вполне нормальной подвижностью, он обладает очень хорошим КД, он не обладает высокой альфой, но, ну, как бы в комплексе с довольно быстрой перезарядкой, пушка отыгрывается очень классно и очень приятно. Что мне нравится действительно в ActionX, так это то, что пушка действительно точная. И вы можете отыгрывать ActionX как на близких расстояниях выцеливать какие-то конкретные места в конкретных танках, так и отстреливать на ActionX на дальнее расстояние. С этим у вас тоже абсолютно никаких проблем быть не должно. И играется он по динамике передвижения по карте, я бы сказал, как годная СТшка. Только у этой СТшки немножко больше туша, чем у всех стандартизированных СТ, я имею ввиду ActionX, и у него при этом больше брони, чем у СТшки. Вот поэтому ActionX это, я бы сказал, что-то такое среднее между тяжелым танком и СТшкой, но в то же время ближе все-таки к тяжелому танку. Как вы видите, подвижность, ну, в принципе, нормальная, сказать, что ее не хватает, я не могу. Мне всегда на ActionX хватает подвижности, ну, прям, не знаю, приятно катиться, что ли. Многие скажут, что я сейчас делаю рекламу танку. Ребят, я никогда ничего не рекламирую, мне за это никто не платит, и я ни в коем случае никогда этим заниматься не буду. Ни за какие коврижки, потому что я за то, чтобы вы свою голду кровную тратили исключительно на то, что действительно будет доставлять вам удовольствие, катая на той или иной машине. Я просто высказываю свое субъективное мнение и говорю о том, что я лично получаю удовольствие от игры на данной машине. Ну, вот, допустим, тот же самый Тигр-2 сейчас меня не пробил, я ему накинул уже два раза, пускай по 200, я не спорю. Но буквально 4 с копеечками секунды, и я могу заново накидывать. Если я правильно помню, то здесь, да, вот этот товарищ Саума. Смотрите, сейчас не пробил, потому что не полностью выцелил мягкое место, но в целом, ребят, я попал в танчик четко туда, куда прицел мне указывал. И это крайне приятно. Сейчас Саума, понятное дело, начнет меня пробивать своим великолепным барабаном, но я его вполне спокойно выцеливаю в нижний бронелист и абсолютно вполне спокойно накидываю по нему. Тигр-2, как вы видите, в принципе, вот сколько сейчас было бросков с его стороны, он, ну, не может ничего мне сделать, он не может меня пробить. Зато я его, в принципе, продолжаю разбирать. Если я правильно сейчас понимаю, то практически все его ХП ему снес именно я. Так, отходим немножко назад, ну, а теперь можем, в принципе, немножко быкануть, заехать на Сауму, добрать товарища, просто благодаря тому, что он добрать нас. Ну, навряд ли успеет. Рано или поздно он все равно уйдет на КД, и это будет, в принципе, его поход в ангар. Тигрика добрать я не успел, но спасибо большое Фараону за помощь. Я думаю, что с двумя было бы справиться немножко менее приятно. И теперь будем ехать к СТ-шкам. Да, по ХП нас немножко раздолбали. Здесь, как бы, я спорить не буду. И вернусь к вопросу того, что многие за это экшен и не любят почему-то. За то, что у него, типа, мало брони. Просто надо немножко привыкнуть к тому, что танк не имба по броне, но обалденный по орудию. И вот если вы научитесь применять это, будет вам счастье. Углы склонения у него очень приятные. Посмотрите, насколько пушка вниз уходит. Играть от башни где-то на неровностях вообще просто красота. И башня действительно на средних, а особенно на дальних расстояниях, я бы сказал, не пробивается нормально. То есть, башня действительно у него крепкая. А вот сам корпус, ну, к сожалению, броня оставляет желать лучше. Так, ну что, попробуем немножко по фараону кинуть. К сожалению, сейчас счет по фрагам не в нашу пользу. Я так понимаю, что есть шансы того, что мы немножечко сольемся. Но будем надеяться, что, в принципе, нас хватит на то, чтобы повоевать. Очень-очень хорошее было сейчас везение в отношении того, что дал с поджогом. В принципе, это был залог успеха. Никогда просто так себе медалей на шею не вешаю. Играю так, как умею. Ну, а насколько умею... Ну, вот, как вы видите, обыграл меня Т-44-й. Заехал мне с кормы. Ну, и, соответственно, моя, к сожалению, вялая броня, она как бы далась мне выходом в ангар. Ну что, досмотрим сейчас этот бой. Обязательно заедем сейчас во вторую каточку. Посмотрим, насколько ровно танчик отыгрывается от боя к бою. Итак, друзья мои, бой закончился. К сожалению, союзник подумал, что его борта крепче, чем мои. И решил бортом отыгрывать. Ну ладно, как отыграл, так отыграл. Хаять никого не люблю. Проигрыш, значит, проигрыш. Ничего страшного в этом не вижу. Значит, смотрите. Смотрите, 3225 единиц урона, если округлять. Да, давайте возьмем 3220. Бог с ними, с ними 24. Я сделал 3 фрага. И я смог их сделать именно благодаря очень-очень быстрой перезарядке на данной машине. Что касается фарма. Значит, смотрите. По фарму, с учетом активированного према, даже с учетом проигрыша, 69 тысяч. Будем говорить, ну там, 69 с половиной, да, если правильно округлять. И без према, ребят, было бы все равно 42 500. Мне кажется, что за такой бой, такая сумма серебра, это довольно-таки приятная цифра. Что касается нашей результативности, мы заняли первое место в команде по урону. Ну что, поехали в следующую каточку. Посмотрим, насколько, как я говорил, танчик отыгрывается ровно от боя к бою. Ну, а пользуясь минуткой, пока мы запрыгиваем, хочу еще сказать кое-что. Мне очень нужна ваша помощь в отношении развития моего канала. Если вам нравятся мои видео, вы их часто смотрите, или даже первый раз сейчас смотрите, и вам подходят видео, в которых я ничего не рекламирую, а исключительно показываю технику. Какое она есть на самом деле, в средних статистических руках обычного, ну, прям самого обычного заурядного танкиста. Подписывайтесь на мой канал. Для вас эта подписочка, возможность узнавать о выходе новых честных обзоров на танки, новости, ну, либо на товары в магазине. А для меня это существенный ваш вклад в развитие моего начинания. Я очень сильно хочу развиваться. Я очень хочу, чтобы мой канал стал одним из мастодонтов на YouTube просторах. Ну, и это будет давать мне возможность конкурировать с теми ребятами, которые его сейчас оккупировали. Ну, и, соответственно, никого туда не пускают. Я, честно говоря, очень часто слышу по поводу того, что я там как-то не совсем правильно играю и не совсем правильно показываю танки. Для понимания, почему я показываю танки. Потому что я лично покупал машины по рекомендациям, по рекламам, можно сказать, именитых ютюберов. И потом очень сильно расстраивался. Потому что именитые ютюберы, они, пацаны, классные. Вопросов нет. Они очень хорошо играют. Они играют лучше меня, я это признаю. И в их руках машина играется совсем по-другому. И вот когда неопытный игрок покупает себе машину за свою кровную голдишку, а потом на этой машине играет так, как он умеет, а не так, как играл именитый ютюбер. Соответственно, он начинает расстраиваться, потому что он купил не совсем то, чего он ожидал. Так вот, ребят, если вы не хотите наступать на эти грабли, подписывайтесь на мой канал, смотрите честные обзоры. Но я не говорю, что будет вам счастье, но удовольствие и понимание того, как машина будет играться конкретно в ваших руках, я думаю, у вас однозначно появится. Так, поехали. Сейчас немножко психанул, вопросов нет. Немножко поторопился, надо было все-таки выцелить товарища получше. Кстати, ребят, если еще ускорить перезарядку, то вы превращаетесь в какой-то такой вообще необузданный пулемет в этой игре, который отбрасывает просто с бешеной скоростью. Сейчас больше немножко довернулся, как вы видели, и сразу у меня появилась проблемка в виде пробития. Вообще, если хорошенько на данной машине окопаться в бою, то вы практически неприступная стена. Главное, правильно выдерживать на данной машине ромб и, соответственно, грамотно вылазить. Поскольку верхние и нижние бронелисты пробиваются, я бы сказал, с легкостью соперниками, соответственно, прятать их по возможности необходимо. Безусловно, в условиях городской карты вы не совсем можете себе это позволить. Но в целом, ребят, машинка очень годная в отношении, допустим, того, чтобы бросить шот и откатиться назад. То есть она не делает это вяло, нет необходимости ожидать какое-то долгое время, пока у вас раскачегарится ваше пихло и, соответственно, отсунет вас назад. Так, тортика разобрали, но это наш шанс. Вот сейчас я ускорю свое КД для того, чтобы этого товарища как можно быстрее отправить в ангар, просто победив его по скорости перезарядки, переиграв его именно этим. Как вы видите, пробитие, в принципе, ну там же, где они и были в прошлом бою. Поэтому я и говорю, что отыгрывать машинку необходимо просто научиться. Если вы научитесь это делать, то будет вам действительно счастье, если вы приобретете, безусловно, эту машину себе. Ну что, смотрим на результаты боя. В этом бою не было трех фрагов, был один, я бодался вместе со всеми, не пас задних. Я не то, чтобы полез на рожон, но и где-то в кустах не отстаивался на дальних расстояниях. Время сведения и КД отработали в очередной раз просто шикарно. Две тысячи урона, да, там без копеечки. По результатам фарма 44 тысячи серебра с учетом того, что победа, да. То есть я не получил знак классности, я меньше набил урона, но, ребят, все равно своих 45 тысяч с учетом према я получил. 25 без учета према. Ну, как есть, так есть. Я не знаю, ребят, стоит ли эту машину брать исключительно ради фарма, но то, что эту машину я люблю за фан, который она предоставляет в боях, это однозначно. И это, ребят, я играл на линиях ТТшек. Вот если вы поедете на линию ЛТ-СТ, а подвижность машины позволяет, вот поверьте, там вам будет еще веселее и еще комфортнее, потому что уровень бронепробития там ниже, соответственно, ваша броня будет отыгрывать лучше. А КД у вас такое, которое заткнет за пояс абсолютно-таки практически любую СТшку на восьмом левеле. Ну, и ЛТшку, ребят, в том числе. Почему так? Да потому что 4,2, да, с учетом оборудки там всего остального, согласитесь, это обалденно. Время сведения просто шикарное даже по цифре, и разброс на 100 метров меньше 0,3. Короче говоря, просто какое-то имбическое орудие. И углы склонения вниз минус 10 позволяют от неровности отыгрывать даже на линиях каких-то СТшек. Против них отстреливать где-то на холмах тоже как бы вообще без проблем. Да, действительно, средний урон 190, как у СТшки, да, у многих СТшек даже уровнем ниже есть такой. Но, ребят, все-таки ДПМ в 2673, который реально реализовать в бою, да, то есть есть ДПМ, который невозможно реализовать, а есть ДПМ, который реально достижим. Так вот этот ДПМ, он действительно обалденный. И мне этим машина очень сильно нравится. Покупать ли вам сейчас за 8 тысяч данную машину, безусловно, решать исключительно вам. Но, скажу откровенно, в средних руках, и даже если вы не подкованный танкист, машинка будет играться вполне-таки себе даже достойно. На данный момент у меня все. Всех благ. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь на мои видео. Буду вам всегда рад. Мира вам и спокойствия.